Престижный комплекс «Маяк Минска» в столице не случайно считается территорией комфортной жизни. Ведь это не только самая современная архитектура и прекрасно развитая инфраструктура центра города, но и площадка активного и интересного досуга. В последний день зимы здесь шумно и вкусно отметили Масленицу. Праздник собрал не только жителей нового района. Посмотреть и поучаствовать приехали со всего Минска. Не самая лучшая погода, так ведь зима все-таки, хоть и последний ее день. Прятать Масленицу под крышу торгового центра нельзя. Это праздник, который проводится под открытым небом. Лучше бульвара Пикассо, новой пешеходной магистрали столицы не найти. Согревает участников, а это не только жители комплекса «Маяк Минска». Приехали из других районов атмосфера радости. Зима позади, впереди весна и солнце. Сразу две необычные фотозоны, обе живые. Атмосферу в начале бульвара создают хаски, а по кругу ездит бричка, запряженная лошадью. Понятно, что коляску сразу же оккупировали дети. Их извозчик катал без устали. Фотографии делают и там, и тут. Народ весь день веселили скоморохи. Развлечения и для детей, и для взрослых. Пять аттракционов. Каждым руководил опытный инструктор. Традиционная масленичная забава, померить силу молодецкого кулака, забить гвоздь одним ударом, соревнования на ловкость и точность. А какая же масленица без угощений? От итальянской пиццы до чешских трудельников. И, конечно же, куда без блинов да драников. Горячий чай и кофе не давали замерзнуть. Мы шалыстом, мы здесь все рядом. Плюс еще в том, что дети находят своих знакомых. Они уже вместе. Хорошо у нас здесь во дворе сделали праздник масленица. Всем нравится, деткам нравится. Хорошие аттракционы для детей. Очень весело, несмотря на то, что плохая погода сегодня. Подравились собачки. Да, очень понравились собачки. Но все только начиналось. Выступали артисты детского мюзикла «Ревью». Со специальной программой к масленице удивил уличный театр «Вир». Его участники, к слову, мастерски владеют не только ходулями, но и умеют зажечье восхитительное фаер-шоу. Зажигали вокально-танцевальные ансамбли «Пой, пляши от всей души» и «Игриться». И удержаться, чтобы не притопнуть в ритм танца и не спеть с артистами, было просто невозможно. Когда стемело гостей праздника, ждало настоящее огненное шоу. И куда же без традиционного атрибута масленицы – сжигания чучела зимы. Дворовые праздники и фестивали – как раз то, чего долгие годы не хватало Минску, чтобы стать совсем европейским городом. Чуть больше инициативы, чуть больше самостоятельности и вовлеченности. И жизнь в твоем собственном дворе становится ярче и интереснее. Именно этот опыт нам всем дарит комплекс «Маяк Минска». Праздники на бульваре Пикассо у фонтана «Дана Танец» проходят регулярно. Выступают известные артисты и не только из нашей страны, и собирают тысячи зрителей. В новогодние и рождественские дни красочное шоу проходит в торгово-развлекательном центре «Дана Молл» у елки в главном атриуме, которое с каждым годом становится все красивее, сложнее, активнее и интереснее. А какое представление посетителям торгового центра удалось увидеть вечером в День влюбленных? Невероятный концерт и 10 тысяч воздушных шариков-сердечек из-под купола. Такой праздник запомнится надолго. И уже готовится сюрприз, посвященный 8 марта. Специальный подарок для всех покупательниц торгово-развлекательного центра «Дана Молл». Параллельно стартовал прием работ на традиционный детский конкурс «Пасха» в Минск-Ворлд. Награждение приурочат к празднованию Христового Воскресенья. Праздник для всех и не только жителей вашего двора. Будет интересно. Кто-то один берет, да? Потом разойдите.